Бастрыкин рассуждает о методах работы с мигрантами в дни, когда Федеральную миграционную службу расформируют по указу президента Владимира Путина, вместе с Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков. Оба ведомства, к слову, не только исчезли, но и появились одновременно в 2004 году. Борьбу с наркотиками в России тогда возглавил друг Путина Виктор Черкесов, который в 2007 году написал в «Коммерсанте» следующее. После публикации Черкесов впал в немилость и спустя полгода ушел со своего поста. А усиление силовиков между тем продолжилось. В то же время в МВД был создан Центр Э по борьбе с экстремизмом. Бастрыкину повезло больше. В 2007 он возглавил Следственный комитет при прокуратуре, который спустя 4 года обособился. А в 2012 в программном интервью российской газете Бастрыкин объявил о том, что судьи должны перестать слушать объяснения защиты и сосредоточиться на поиске так называемой объективной истины. Это является необходимым условием правильного разрешения уголовного дела. Не способствует установлению истины и реализованная в законе модель состязательности. Еще одно громкое заявление Бастрыкина прозвучало в июле прошлого года. Тогда он предложил отказаться от приоритета международного права в Конституции России. Необходимо исключить из Конституции положение, согласно которым общепризнанные принципы и нормы международного права составляют неотъемливую часть правовой системы Российской Федерации. А уже в декабре 2015 Владимир Путин разрешил Конституционному суду игнорировать решение ЕСПЧ. До сих пор заявления Бастрыкина в прессе совпадали с курсом российской власти. Будут ли пользоваться поддержкой инициативы по борьбе с экстремизмом, покажет время. Катерина Кочкина. Настоящее время.